С раннего возраста зрение даёт человеку представление об окружающем его мире. Не мудрено, что необходимо с малых лет заботиться о зрении ребёнка, ведь в отличие от взрослых, у детей оно находится в стадии становления и совершенствования. Конечно же, во время разнообразных современных технологий задача родителей по сохранению и предупреждению заболеваний органов зрения усложняется. Соблюдение зрительного режима. Ведь приходишь иногда домой, а уже новорожденный смотрит рекламу, которая идёт по телевизору. Она, конечно, очень привлекает, она сразу громко, ярко. Вот этого не должно быть. Даже с периода новорожденности телевизор в спальне, где спит ребёнок, не должен стоять. Не должно быть. Затем, конечно, ребёнок растёт, чуть постарше становится, он идёт в садик, в школу. Здесь тоже необходимо соблюдение зрительного режима. То есть глаза должны отдыхать какое-то время. Врачи настоятельно призывают, не позволяя засиживаться детям за компьютером и телевизором. Не забывайте о гимнастике для глаз после любых занятий ребёнка. Ведь на неё уходит не больше пяти минут. А число методик гимнастики немалое. В нашем Центре здоровья мы рекомендуем гимнастику восточную. Если кого-то это заинтересует, они могут к нам обратиться. Конечно, профилактика заболеваний органов глаз и зрения у детей включает профилактику таких серьёзных заболеваний, как диабет, ожирение, артериальная гипертензия. Но это касается более старших детей, конечно, более в подростковом возрасте. То есть если своевременно не лечить данные заболевания, то они как осложнение могут быть и потерей зрения в частности. Ну, конечно, у маленьких детей и вообще у детей очень важно оберегать от травм глаза. Естественно, у людей постарше уже есть свои особенности и изменения зрения. Не проходит бесследно и общие заболевания организма. После 40 лет возможно развитие самых распространённых сглазных заболеваний, которые развиваются постепенно и вначале не беспокоят пациента. Ежегодно необходимо проходить обследование. Тем более, что кабинет офтальмолога в Центре здоровья оснащён современным оборудованием, позволяющим точно и безболезненно определить нарушения. Здесь мы осуществляем, определяем остроту зрения, определяем рефракцию, это дальнозоркость, близорукость, и самое главное, измеряем внутриглазное давление. Внутриглазное давление измеряем мы для выявления отклонений, для профилактики глоукомы. Измеряем мы внутриглазное давление на современном воздушном тонометре, методом воздушного толчка. Мы рекомендуем, чтобы один раз в год пациент от 40, а теперь уже даже от 30 лет, ежегодно один раз в год посещали наш кабинет и проверяли своё внутриглазное давление. Мобильный телефон и экраны мониторов оказывают огромную нагрузку на органы зрения и глаза, не заставив большого труда пройти обследование и попытаться сохранить своё зрение, тем более, что оно доступно для любого человека, имеющего паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Для того, чтобы исключить или для того, чтобы вовремя предотвратить нарушения, прогрессирование заболеваний, конечно, необходимо регулярно проверяться. И для этого не обязательно ходить в поликлинику даже. В нашем городе есть такой центр здоровья, где мы ждём абсолютно всех желающих, и каждый может прийти и обследовать состояние своего зрительного аппарата, и остроту зрения проверить, и внутриглазное давление, тем более, что у нас процедура эта проводится абсолютно бесплатно, эта процедура безболезненная, аппараты у нас новейшие, японский аппарат стоит, и всё это делается очень быстро. Заболевания глаз и ухудшение зрения в большинстве случаев возможно предотвратить. Чтобы избежать неприятностей с глазами, необходимо внимательно относиться к их здоровью, впрочем, как и к другим органам своего тела. Анастасия Каегородова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».